всем привет меня зовут калинина татьяна и вы на канале школы астрологии ашвини сегодня мы с вами будем обсуждать что нам принесет месяц апрель и как положение планетное небе повлияет на наше самочувствие здоровье настроение а также обязательно смотрите этот ролик до конца потому что мы с вами сделаем прогнозы для украины россии и белоруссии и предугадаем какие-то события которые будут там происходить в апреле месяце первое что хотелось бы обсудить то что с 31 марта по 16 апреля меркурий будет находиться в знаке зодиака рыб и я говорю сейчас о сидерическом зодиаке они о том тропическом которому возможно привыкли большинство это именно индийский зодиак такой скажем который в котором все положения планет сдвинуты так вот меркурий будет находиться знаки что это для нас с вами значит значит что до 16 апреля какие-то крупные сделки могут проходить не совсем по плану если есть возможность перенести их на 18 19 число или вообще на конец месяца то лучше так и сделать лучше не проводить каких-то важных переговоров до 16 апреля или нужно быть готовым к тому что что-то пойдет не по плану какие-то могут быть ошибки человеческие недопонимания или даже откровенный обман такое тоже возможно также в тот период когда меркурий находится в рыбах то есть первую половину апреля очень активизируется интуиция обязательно слушаете что вам говорит ваше подсознание потому что она будет показывать вам не через факты не через логику через какое-то внутреннее чутье что на самом деле происходит вокруг вас куда вам направить свою энергию и так далее кстати насчет энергии в общем то здесь первая половина месяца достаточно напряженная потому что до 14 апреля венера будет находиться в сожжение венера у нас отвечает за нашу эмоциональность и пока она сожжена мы можем уж очень близко к сердцу воспринимать то что происходит у нас на работе потому что сожжение происходит солнышком а солнышко у нас это карьерные какие-то амбиции поэтому с 1 по 14 апреля если вы чувствуете больше напряжения в работе чем обычно постарайтесь в общем-то не так активно на это реагировать хотя планеты вас будут конечно к этому склонять более того первая половина месяца она благоволит тому чтобы начать какие-то отношения на работе эти отношения могут быть связаны с работой или начнутся скажем в каких-то рабочих обстоятельствах но нужно сказать что союзы которые начаты в такие периоды они обычно не очень длительные так как венера все-таки в сожжениях достаточно поражена достаточно сильно поражена сложно в первую половину апреля встретить человека которого на долгое время судьба задержит около вас также до 10 апреля та же самая венера будет давать нам очень очень много творчества очень много энергии для наслаждения для того чтобы открыть свое сердце поэтому если у вас например какие-то уже зрелые отношения ли у вас уже были отношения заключены до начала апреля то безусловно 1 1 декада первые 10 дней замечательное время для того чтобы укрепить взаимоотношения я и говорю сейчас не только любовных отношениях это могут быть отношения с родственниками с близкими людьми вашими постарайтесь проявлять больше внимания нежности и заботы к своим близким людям и обязательно конечно же вы получите бонусы в виде поддержки обратной энергии и так далее но и также ваша чувствительность тоже первые 10 дней апреля должна вырасти и особенно те у кого день рождения в апреле как например у меня учитывая то что солнышко будет идти по вашему 12 дому от солнца это будет означать что либо вам нужно немножечко утихнуть скажем так дать себе время для отдыха и уйти в себя уйти в какие-то внутренние свои переживания какой-то внутренний мир либо отправиться в путешествие ну вот у меня в данном случае путешествие напишите те кто родился в апреле что у вас как вы собираетесь эту энергию использовать и между прочим действительно нужно учитывать это положение солнца потому что если в этот месяц вы начинаете какие-то важные большие проекты и много из себя хотите достать в этот период много успеха обычно это не приводит к позитивному результату потому что все-таки перед днем рождения пока солнце идет по 12 дому человек немножечко немножечко не для этого немножечко не для этого ему дана дана энергия она дана для погружения в себя подведения итогов и накопления какого-то внутреннего ресурса на будущее свершение давайте вернемся к общим тенденциям сейчас очень серьезное соединение на небе это соединение планеты марса и раху в накшатре в созвездии рахини что дает беспокойную обстановку в мире безусловно когда марс и раху соединяются в рахини это часто провоцирует начало военных конфликтов и в тех странах где уже эти военные конфликты присутствуют там к сожалению можно сказать что в апреле могут произойти как какая-то эскалация напряжение какие-то новые этапы в этом вопросе если вы человек который погружен в политическую обстановку то вам в апреле особенно интересно наверное будет читать новости потому что вот таких ярких каких-то вспышек напряженных будет больше чем обычно также очень важное событие 5 апреля юпитер переходит в новый знак знак водолея опять же я вас предупреждаю что я говорю сейчас о сидерическом зодиаке они о тропическом и 5 апреля это вот тот самый день когда у нас может быть перемена погоды могут быть какие-то экстремальные климатические явления причем во многих странах тут мы никогда с вами не скажем в какой конкретно в любом случае когда юпитер меняет знак а это будет 5 апреля обычно погода портится вот мы с вами и проверим также смена знака 5 апреля дает нестабильность на фондовом рынке и это тоже нужно учитывать тем кто занимается инвестициями давайте теперь по странам что для россии апрель означает какие тенденции в россию принесет этот месяц дело в том что вокруг 10 апреля в гороскопе россии могут произойти яркие события которые привлекут за собой новые трудности на межполитической арене вообще вот этот апрель с 12 числа начинает такую новую тенденцию когда внешние отношения россии еще более испорчены чем раньше тут и в общем то и до этого обстановочка была напряженная но вот апрель должен дать эскалацию этого вопроса еще раз до повторяя 10 числа и даты вокруг 10 могут произойти какие-то яркие события которые с 12 числа запустят на целый месяц вот такой напряженный гороскоп по отношениям с иностранными государствами меркурий у нас находится в падении прямо очень близко к лагне гороскопа на месяц гороскопа россии поэтому этот меркурий в падении он на всех на нас повлияет то есть либо сделки могут идти не по плану либо как бы и в информационном пространстве очень много фейков либо еще каким-то образом но необходимо будет нам всем быть начеку беларусь для беларуси в принципе все остается по-прежнему единственный нюанс что самое начало месяца то есть это первые числа апреля приносит очень большую интригу в высшие эшелоны власти и склоняет руководство страны людей которые управляют страной принимать какие-то тайные решения какие-то интриговать принимать тайные решения и не вот очень интересно каким образом они это сделают украина третья страна которую мы обычно рассматриваем здесь кстати очень интересно получается что сатурн сейчас вообще весной 2021 зашел на куспит восьмого дома дома кризисов гороскопа украины и обычно это дает атмосферу напряжение и давление обычно сатурн который влияет на 8 дом он дает рост смертности в принципе это очень логично для ситуации к вида тот вывод который мы с вами можем сделать просто что ближайшие несколько месяцев до украина будет под гнетом вот этого сатурна и скорее всего локдаун еще не прекратится да то есть вот будет вот это напряжение касаемо людей старшего поколения касаемо возрастающей смертности и какого-то внутреннего давления внутри страны второй интересный нюанс по апрелю для украины то что уран сейчас также вот всю весну находится на куспиде 11 дома и апрель провоцирует события когда парламент украины должен искать больше независимости от президента скорее всего будут происходить какие-то изменения в ближайший месяц полтора которые будут именно направлены на то чтобы верховная рада и вообще весь аппарат законодательства был более независим от президента там конечно от президента свои тенденция парламента свои и вот как-то она схлестнется еще одна интереснейшая тенденция на конец апреля для украины заключается в том что планета раху араху мы с вами обсуждали много-много раз что эта планета демон которая дает не разбериху хаос и очень много путаницы для гороскопа украины этот раху будет влиять на 12 дом очень сильно могут быть какие-то скандалы в сфере шпионажа и тайного влияния извне на дела внутри страны может быть возрастающее беспокойство по поводу вмешательства иностранных соседей в дела украины и тому подобное то есть конец апреля даст беспокойное время которое не закончится сразу это все как-то ну вот нарастает и если мы посмотрим гороскоп украины уже наконец 2021 то вот конечно уже с ноября там образуются какие-то уже серьезные затруднения которые повлияют на жизнь всей страны а пока она вот потихонечку накапливается накапливается эти изменения они нарушат мир внутри страны и вообще скажем сделают жизнь в ближайшие несколько лет в украине не такой легкой как раньше она и раньше была нелегкой но в общем тяжелые времена тяжелые времена с ноября сейчас она просто пока еще к этому подходит подходит и на каждом этапе в каждый месяц подключаются какие-то новые такие вот тяжелые тенденции но мы с вами как-то вот начали за здравие закончили за упокой на самом деле вы должны понимать что мы живем с вами по индивидуальной карме конечно мы с вами испытываем влияние планет мы с вами живем в этих странах и информационный фон какие-то события влияют на нас но все-таки наше главное это наша индивидуальная карма это как расписан гороскоп для нас с вами на этот период поэтому и есть поговорки по типу кому война а кому мать родна кто-то процветает в тяжелые времена кто-то страдает вместе с большинством я вам желаю не страдать обязательно подпишитесь на мой канал поставьте лайк нажмите на колокольчик и конечно же я жду ваших комментариев внизу под этим видео с вами была татьяна калинина всем пока пока